Улица Гагарина, 7 утра. В это время движение особенно оживлённое. Детей везут в школы и садики, взрослые едут на работу. В начале учебного года особенно важно напомнить всем участникам дорожного движения о правилах безопасности. Именно в этот период происходит больше всего аварий с участием детей. Сотрудники ГАИ дежурят с самого утра. В поле зрения инспекторов попадает малейшее нарушение. В дни проведения акции водители обязаны ездить с включенным ближним светом или дневными ходовыми огнями, даже когда на улице светло. Но по разным причинам не все соблюдают правила. За это грозит административная ответственность в виде штрафа до двух базовых величин. Забыли? Да только ребёнка в садик высадил, отъехал. А сколько лет ребёнка? Четыре года. Четыре года. Кресло вот вижу и ездишь, это хорошо. Документы на автомобиль, пожалуйста. Мы всегда едем с включёнными фарами. Ну так получилось. Сейчас что-то забыли? Да, ну вот просто не успел включить, что только отъехал. Сейчас включим и поедем. Хозяйка белого Ауди везёт сына в садик. Всё по правилам. Есть автокресло, ребёнок пристёгнут. Наши дети – это самое главное в жизни. Если ребёнок будет хорошо пристёгнут и будет в автокресле, конечно, он будет защищён. Ну, наверное, может быть, на 100%, но на 80%. А вот в грузовом микроавтобусе специального кресла не оказалось. Проблема не только в этом. Сам автомобиль не предусмотрен для проезда детей. Легковой оборудован. А так, я же говорил, что не помещается. Два кресла даже. Всё как положено. Для перевозки юных пассажиров в автомобиле нужно установить автокресло. Оно обязательно для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Если ребёнок выше 150 сантиметров, можно ограничиться ремнём безопасности. За отсутствие детского кресла в тех случаях, когда оно необходимо, предусмотрен штраф до 4 базовых. Это 108 рублей. Дети вернулись в каникул из деревень и лагерей, где не было интенсивного движения транспорта. Многие из них утратили чувство опасности. Важно напомнить им о правилах правильного поведения на дороге. Чтобы избежать несчастных случаев, водители тоже должны осознанно относиться ко всем своим действиям за рулём. Так как водители за лето немножко, наверное, расслабляются всё-таки и забывают о том, что вблизи учреждения образования нужно быть предельно внимательным. Потому что это то место, где дети очень часто появляются неожиданно. Акцию поддержала страховая компания «Стравита». Представитель дарила водителям и детям магнитики, памятки и воздушные шарики. Мы сегодня решили поддержать акцию ГАИ о безопасности на дорогах, о необходимости детских кресел. Мы призваны поддерживать безопасность, потому что именно для этих случаев мы созданы, чтобы обеспечивать страховую защиту. Мероприятие продлится до 5 сентября. Акция проходит ежегодно в преддверии нового учебного года. Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактику случаев детского дорожно-транспортного травматизма. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.